Мы продолжаем день игрой Kabum Esports и Dairvus, Oceania и Бразилия у нас продолжают эти матчи. И опять же, по первому дню скорее была более заметна игра яркая у океанийцев, однако при всем при этом все еще есть чем огрызаться Kabum, хотя видно, что отсутствие опыта и именно умение играть под давлением на крупном турнире у них сказывается. Kabum совсем плохо играли первый день, потому что да, они обыграли Pentagram, которые совсем ничего не показали, но две другие игры были просто в одну калибку, что Dairvus, их перекатили за 25 минут, что потом в Supermassive вообще там 22 или сколько-то минуты было. То есть понятное дело, что команда перспективная, команда может быть не повторит судьбу Team One, которые после чемпионата мира умудрились вылететь обратно во вторую лигу, но пока что видно, что команда не готова на какие-то большие свершения и Dairvus будут сегодня фаворит. Ну и третья игра, конечно, была совсем провальная, потому что они затилтовали, и там просто какой-то вообще был разгром, что, возможно, показывает на очень завышенные ожидания самой команды от своего выступления. То есть они думали, мы будем здесь фавориты, а оказывается, мы еще и играть-то толком не научились. А Team One, точнее, Dairvus наоборот, они стартанули, сыграли плохо плохим сетапом, а потом две игры, все намного лучше у них стало и в драфтах, и вот игрыши. И в итоге они сейчас, ну, в этом матче для меня лично будут фаворитами. Ну, маловероятно, что там какие-то ожидания были завышены у Kaboom, на самом деле просто сама команда по своей... тому, как они играют, они либо быстро выиграют, либо быстро проиграют. И в первый день они особо не упирались. То есть они выиграли Пентаграм легко, а две другие отдали прям после первых проблем. Это, ну, довольно ожидаемо было, на самом деле. Одно из главных опор команды Kaboom является и Хадекерри, команда Титан. И давайте узнаем у Капкейка, саппорта команды Dairvus, что он думает о позиции из команды бразильцев. Они потеряли на ментал-баттах, мы будем ходить все вокруг них. Мы будем, как, осуществлять нашу презентацию для всей игры. И это, что случилось. Титан Тайтану, но Райф в первый день играл очень плохо. То есть там был... Что там было? Там Рейкан был, Марган и еще что-то. Там все было с Гардианом, все было с Экзостами, все очень было пассивно. Особо не пытался он что-то помогать Титану, но все время где-то не там он находился. Титану приходилось отдавать хилы, чтобы его лечить. Они потом проигрывали трейды из-за этого. То есть здесь проблема в саппорте, на самом деле. Потому что Тайтан в первый день играл неплохо. То есть в тех кондициях, которые его ставили, он пытался выжимать из них максимум, а вот саппорт его реально там подвел. Да, если посмотреть на финал, где он играл агрессивно, и, допустим, на хардкере часто уходил в плохую статистику. Там 1-3, начало игры на какой-нибудь Кейтлин или Тристане, это плохо. Но мне кажется, возможно, это его стиль игры. А сейчас его зажали, и вот даже саппорт, который выбирает пассивные руны, тоже его зажимает, из-за чего он не может себя полностью использовать. Возможно, если он будет чуть-чуть подфиживать, но хотя бы чувствовать будет себя комфортно, и будет понимать, что там я умер, но я зато выформил намного больше и там сделал намного больше. Мне понравился первый день Дин Кидо и его игра в принц, потому что, опять же, у него был неплохой ответ, видели Блан на Зои, а Рамуна. Ну, понятно, что Рампейдж-Рампейдж, Пентаграм, вернее, команда не очень сильная, но так или иначе, у него хватало инициативы и понимания, как использовать свои позиции на карте. Поэтому думаю, что через мид играть тоже какому стоит. Через мид у них получалось неплохо, то есть как раз вот игру, которую они выиграли через мид, разогнали, Азир был не самый плохой, просто Азир там один раз сместился, и все, они сразу против Дарвулс, они потеряли башню вверху, башню в миде, то есть они потеряли там то, что не должны были, и в итоге как раз вот Батлейн их там утопил. Если Раев будет поспокойнее играть, то есть как-то поагрессивнее может быть, какие-то будут выборы более оптимистичные какие-то, не так, чтобы ходить, что мы уже заранее проиграем, надо это поосторожнее сыграть, а наоборот играть, как бразильские команды, то есть прям в агрессию, в агрессию. То есть Капкейк прав, и у них реально было, есть до сих пор такое давление ментальное на команду оппонента, что... Не знаю, значит, до сих пор Дарвулс самим надо показать, что они избавились от своих проблем играть во второй день гораздо хуже, чем в первый, поэтому пока что тут еще надо посмотреть. Еще, знаете, есть такое ощущение у Кабум, что команда молодая и очень быстро перегорает во время матча, то есть игра с Дайрус была прям, когда начал Тайтон ловить каждый бабл, просто на сайдлейне абсолютно, где ему не нужно было быть. Это не уровень такого турнира, потому что видно, что у Кабум не хватает какой-то стойкости и выносливости, даже в очень тяжелой игре, и, допустим, если они будут играть в дальнейшем таким составом, необходимо, конечно, ее нарабатывать. Ну, возможно, умер разок, смотрит, все линии проигрывают такой, но как бы, ребят... Это твой подход, твой подход за Гон Экс. У Лодика такой подход, ты стримы Лодика смотрел, Лодика играет после тяжелых пар в университете, поэтому у него... Я бы хотел на предыдущий твой вопрос, Алексей, ответить, когда ты спросил, может, куда Кабум ударить на центральную линию, можно верхнюю, по верхней, по Чипису ударить, не потому, что он там плохо отыгрывал, у него просто пул агрессивный, можно эту агрессию закатрить, взять какого-нибудь хорошего танка, по типу того же даже Маука, и взять агрессивную Лесника, там, Транда того же, и все, и там зайти пару раз, убить ту же Камилу, прогнать ее, забрать выше, ну, как бы, вот через стоп попробовать сыграть того же Чиписа, из-за того, что он играет на просто сквишовых героях, можно попробовать вот там именно сыграть. То есть сделать то же самое, что два дня назад, только после этого не на фейте просто так. Я предлагаю сделать то, что необходимо нам сделать, а именно подбайтить за очка на еще одну потрясающую ставку. А чего байтить? Он сегодня здесь создал луз. Хотел поставить на Кабум? Пожалуйста, сделай это. Кабум, дорогой режиссер, пожалуйста, поставьте иконку бразильцев. Я сегодня за прям мощных ребят. Против Чиписа. Поднимаем щиты против Чиписа. Напомню, что я дал свой, как бы... Ты за Кабум или против Чиписа? Свой ярлык на то, чтобы поменять предыдущий прогноз, поэтому скоро будет 0-2 уже. Вандер, дай рвус или Кабум? Калу возьми, пожалуйста, вот. И подними. Бразилия. У меня редактора второго на ликвиде забанили за то, что он кал в чате поднимал. А ты подними здесь, и никто с меня не забанит. Да ладно, я не верю. Я не верю в то, что дай рвус способен второй день играть так же хорошо, как в первый. Поэтому я скажу, что бразилия сейчас выиграет, и ты опять застанешься один. Четко. Волено. Дай рвус. Следующих. Дай рвус игра с идеей. Дай рвус игра команда сильная, поэтому мои коллеги ставят на Кабум. Оба. Я верю в команду из Зеленого континента. Зеленого континента верю я в их игру, и что впервые в истории второй день будет лучше, чем первый. Либо такой же. Поэтому давайте начинать драфт уже этих двух команд, потому что, опять же, хватает. Хватает нюансов. Команда Кабум Еспорт сообщает мне, что еще и проблемы небольшие у нас есть, поэтому драфт откладывается. Есть немножко больше причин Вандеру объяснить. Времени Вандеру объяснить свои причины такого потрясающего прогноза. То есть, ладно Зачок, но Вандер, ты так куда уже? Вся надежда была. А тут такое. Да нет, на самом деле, Кабум просто против Дай Волоса они начали неплохо игру. То есть, они прям подкемпили чипсы, нормально у них все было, все контролируют. потом бам, Капкейк приходит на верхнюю линию, потому что Батлэйн его отпустил. Они проигрывают агрессивный ром, Дин Кидо уходит с мид, они теряют башню наверху, башню на миде, которую они должны были терять. После этого падает вниз, все, игра как бы уже проиграна. Полторы минуты. И если в этот раз они так же начнут, но не совершат вот эту какую-то грубую ошибку на нижней линии, чтобы не потерять полностью давление, то тогда будет все у них нормально. Я думаю, несмотря на то, что, конечно, ни один из их игроков не перформат сейчас так, наверное, как дома и как от них хотят именно в Бразилии. Вообще это феномен того, что второй год подряд, второй сезон подряд в Бразилии побеждает команда очень молодая и не имеющая должного опыта. То есть... Команда, которая только что вышла в первую лигу. Учитывая, знаешь, что обычно культуры прям ярких звезд у Валкат-регионов нет, то есть всегда доминируют какие-то хотя бы ветераны, какие-то старички. Всегда в любом регионе были те, кто играет давно, у кого есть очень большой опыт, знания об игре, знания о командной работе и так далее. В Бразилии уже второй турнир подряд играет команда абсолютных зеленых ребят на каком-то диком кураже выигрывающих свою лигу. То есть это очень странный феномен вообще всего региона. Почему это происходит? В Бразилии просто очень куражный регион и понятное дело, что вот такие вот игроки, у которых горят глаза, они там много игр выиграют гораздо больше зачастую, чем, наверное, должны. Но проблема в том, что их в итоге, как показывает практика, не хватает на долгое время. То есть вот Team One, они из второй лиги вышли в первую, сразу чемпионат мира вывалились обратно во вторую. То есть там, конечно, путь серьезный прошел. Если Кабум не повторят это и окажутся в плей-офф, в следующем сезоне будет, наверное, очень классно. Ты знаешь, у тебя золотая дорога, Golden Road, ты выигрываешь первый свой сплит, как бы свой трофей, потом трешь, как бы следует свой трофей, оказывается, он там чугунный. Ну все, он не нужен просто. Выиграли, все, вошли в историю, нормально. Можно расходиться. Эх, эх, эх. Ну ладно, сейчас начнем, наконец-то. Итак, начинаем драфт. Сегодня драфты у нас пока интересные. Первый был прям огонь. Поэтому надеюсь, что и... Кабум кайса заблокировали. Сейчас мы все мотивируем. И вопрос в том, будут ли они сейчас блокировать и Гангпланка, и Камилу, либо заблокировать что-то еще. Потому что Трипл, опять же, играл очень хорошо в первый день. То есть там и Владимир был неплохой, и Ксиопея была неплохая. Но, наверное, все-таки какого-то Гангпланка придется заблокировать. Против Чиписа именно. У Камилу, наверное, он же на ней две карточки сыграл. Ну, Гангпланк 9-0 в Австралии. Камилу 7-1 была. Здесь уже две карты сыграл. То есть чемпионы у него все агрессивны. Чемпионы серьезные. И посмотрим, против чего именно Кабум не хотят играть. Или готовы вообще все отдать. И бери, не хочу. Рейкона не отдают Капьейку. Рейкон, по-моему, пока лидирует по количеству первых выборов на этом турнире. Ну и Кайса, да, ожидаемо лидирует в таблице по блокировкам. Кайса, наверное, лидирует по первым пикам. То есть, когда она доступна, она всегда на первом пике. Кроме вот как раз игры, когда лодикой взял. Немножко раньше Рейкона как бы раскусили, начали его прям обузить по-жесткому. Забирается Алистар тут же для Капкейка. Наверное, у Капкейка был очень... Он играл вроде на все равно игру. Как раз таки с командой... И Трандл, кстати, заблокировали сами Кабум. Потому что Раев очень довольно много играл на Трандле на саппорте. И как раз Трандл против Алистара очень неплохо заходит. Рейнджер тоже две игры сыграл в первый игровой день. И он очень агрессивно на нем играл. В одной игре прокнуло, а во второй начало неплохо задалось. Потом, конечно, у него все пошло не так или по левелу. Порублевая такая, конечно, статистика у Алистара, пока он не имеет тех легендарных своих параметров. Ну, там просто Пентаграм две игры проиграли на нем, поэтому подгрызло их. Тоже верно. Группа Б вообще запустила вот это вот пик Алистара на саппорте. И потом вчера еще группа А поддалась. Но там не особо тоже успешно получилось. Пока Алистар как-то себя не особо-то хорошо проявляет. Смотрите, как-то приходят по-тихому команды Адекерри центрированные к Джину и к такому выбору на нижней линии. А просто, когда они играли первый раз, то есть Titan взял Кейтлин, там был Джин от Кинга и сразу была Кейтлин. То есть они готовы были этот матч-ап играть, сейчас просто наоборот хотят, потому что, видишь, хотят Кейтлин именно там забирать свой Кейтлин, хочешь стреляй, а мы вот на Джине сейчас поиграем, который как раз в мидгейме лучше Пауэр Спайкается. И под игры Кабум он лучше заходит, потому что игры все очень быстрые, они играют очень быстро. Да, я вот так сказать про Варуса для Кинга, это, мне кажется, очень неплохой вариант. В принципе, особенно с композицией, где у тебя уже есть Алистар и Скарнер. Он играл уже против Трэша, и как раз японцы тогда линию выиграли в салат, и вообще никаких проблем на ней не испытали, потому что Якинг и Капкейк очень там много хуков ловили. Вообще можно какого-нибудь даже Зака Олафа, наверное, взять. Это два очень хороших лесника, которые пока против сетапа ДР-ВУС будут работать неплохо. Ну, Олаф постабильнее, чем Зак, все-таки Алистар может выпнуть Зака, а Олаф вот не выпнет никто, он просто под Рагнальком будет забегать, спокойно раздамаживать. Резко такое бывает, что оба коллектива пикают как раз одинаковые роли вначале, то есть у нас с Ол Лейн все еще до сих пор закрыты. Ну, разве что бразильцы, конечно, могут зафлекстить Олафу на верхнюю линию, но, наверное, не сегодня. И Владимир с Кассиопей наверное должны сейчас заблокировать, и посмотрим, на чем Трипл будет играть, потому что Трипл, чемпион пул у него большой, но там не так много чемпионов, на которых он играл больше, чем один-два раза, поэтому посмотрим. Ну, может быть, если мы говорим об Олафе, имеет смысл подумать над появлением первого Джарвана, и, допустим, Зои для Трипла взять просто и по баблу этому давать проказ по Олафу, убивать его очень быстро. Ну, Джарван уже не будет, скажем, но все-таки слева. А, господи, да, конечно. Ну, опять же, для Трипла, он играл на Зои, он играл на Азире. Вообще, учитывая, что это молодой океанийский мидлайнер, такой перформанс, пока это, конечно, радостная новость. Так, господа, сейчас может появиться... Азир в бане от команды Дарвуфс. И Релия, потому что И Релия в ГП будет вообще прекрасный вариант такой, и Чипис уже играл, и будет забавно, если прямо во второй игровой день он откажется от агрессивных топеров, и сейчас какой-нибудь танк появится. И вообще... Танки у него прям намного хуже, чем бруйзеры, то есть в худшем случае должен быть Гнар сейчас, наверное, даже будет И Релия, потому что ни Фиора, ни Камилы уже нет. Я бы еще... Я вот на самом деле был против бана блокировки Влад... О-о-о-о! Ну или вот так. Это может... А, это на мид, кстати, Ясу. Это на мид Ясу, и... Ясу в блайнд вообще выглядит неплохо, потому что... Почему? Ну, Кабун придется брать АП-чемпиона. За это? АП-чемпиона придется брать. Может, за это? И не так много АП-чемпионов, которые против Ясу как раз нормально стоят, то есть их можно по пальцам пересчитать. То есть карма какая-то, она неплохо стоит. Арианна. Ну, неприятно. Лулу неплохо стоял все время. Или ЛБ, но это... Но вообще Ясу, ЛБ в свое время, когда вот ЛБ еще старая была, Ясу этот матч-ап выигрывал без особых проблем. Это очень скилловый такой очень матч-ап. И вот сейчас, я уверен, наш чат берет своих КАУ, которых в России особо и нет, поднимает их вверх, потому что они молили Айасу вообще все три игровых дня групповой стадии. И вот он появляется от команды из OPL. И теперь посмотрим, сможет ли Трипл показать нам достойного Хасаги или же Репорт Лес. И играем дальше. И на Кураже могут Дайр Вулс сейчас сыграть. Если эту карту выиграют, то прям уже с задором таким можно будет дальше играть, потому что следующая игра как раз в Супер Мейс. Не будем забывать, что здесь хорошая комбинация Алистар, Ясу и также Орн, призыв Бога Кузнеца. Чем больше подкинет, тем больше ультанет Ясу. То есть это забавно. Два чемпиона под Ясу взяты, и он здесь не просто так. Ну от Батлайнер будет много зависеть, поэтому посмотрим. Посмотрим, это правда. На этом, думаю, мы дадим слово уже Алсиору и Шорти. Уверен, что и они от Ясу тоже в восторге, как и мы. Ну что тут сказать? Смерть похожа-похожа на ветер, и... Похоже-похоже. Похоже-похоже, да. И это очень интересный матч, потому что блайнд-пиковый Ясу вместе с Орном взятый. Ясу, кстати, контрит Орна. Вот что-что, а это прям вообще самый неприятный матчап, который можно получить по игре. Браум это неприятно, а Ясу это прям ультра-неприятно. Как тебе матчап Ясу или Бланк? А ну-ка. Ну, это скилл матчап, скажем так. Кстати, такой вопрос. Как ты думаешь, насколько сильно для Дарвулс было важно просто отобрать Ясу, то, чтобы не получить его в ответ на Орна? Я думаю, примерно 0% в этой игре. Но спасибо за вопрос. Пойг, начинаем. Матч Дарвулс против Кабум. Австралия и Океания против Бразилии. И будем смотреть, что получится здесь. Ну, в любом случае, матч должен быть интересный, потому что у обоих команд проактивный сетап. Что у Дарвулс с их связками на Ясу, плюс еще есть столько контроля на нижней линии в лице Варуса и Алистара. И у Кабумов с Лебланкой. Лебланку нужно разгонять. Лебланка, которая отстает, это не тот персонаж, которого вы хотите видеть в своей команде. Ну, Файк, я сейчас уверен, у нас один из наших аналитиков готовый Ясу этого репортить, потому что он взял решительное наступление, а не завоевателя. Это очень странно, потому что, если честно, я не видел Ясу с решительным наступлением ровно с момента появления завоевателя вообще. Даже в сквиш матчапы, но здесь триплу, конечно, виднее, что он хочет делать. Но это интересный выбор, мягко говоря. Я видел 90% наверное Ясу были с завоевателем и еще немножко видел с лавированием. Да, это видимо в более тяжелых лейнах, где приходится выживать, где приходится как-то экономить здоровье. Я просто не знаю, а вы знаете, таких лейнов-то особо и нет. Ты просто берешь завоевателя и любой лейн превращается в тот, который ты можешь выиграть. Особенно там с одним ганком лесника. Но опять-таки тут виднее, что делать. Еще один, кстати, ганпланк с клептой. Это очень рискованно, потому что Орн как раз может немножко ганпланка поднапрячь Верли, да и потом, в принципе, тоже. Это все равно вопрос времени. Все равно ганпланк в танка это матчап, который ганпланку приятен. Он все равно будет набирать свои предметы. Все равно будет стараться там ульту сдавать на нижнюю линию для каких-то проактивных действий. Тем более это связка ГП плюс Джин. Мы уже ее видели в исполнении Рейнбоу Севен, где они так очень здорово играли от реинициации против КЛГ. Когда КЛГ в них бежали, получали ульту ГП, пытались отступить, сразу же раскрывался Джин. Так, в принципе, ГП главное всех ганков избежать. Матчап в лесу у них вроде как хороший. То есть, по идее, не должно быть такого, что они там два на два проигрывают. Типа, красиво фармит под башней. Лебланка прокает свою казнь электричеством. Да, но это сейчас, конечно, не тот старый Тандерлорд, который там через 20 секунд возвращался с отката. Здесь 50 секунд надо ждать. Ну, не 50, там чуть меньше. Он с уровнем скалируется. Но все равно это не тот инструмент, который можно использовать активно для Хараса. А по поводу фарма, ну, ИСО должен красиво фармить. Это для этого чемпион был сделан. Да, да. В основном только этим он был заниматься. Все равно в тех играх, в которых он с вами попадается. Кстати, этот вард что ли не видит Шернфаера здесь? Сейчас-то увидел точно уже. Как-то криво немножко поставлен. Сейчас бывают варды, особенно на боте в нижнем кусте там можно ткнуть неудачный вард прям совсем. Рейнджер встречается с Шернфаером. Шернфаер на своем алтаре будет сильнее, но тут Лебланка запушила, поэтому может себе позволить всякие приколы. Интересно, если будет посмотреть, на какой именно линии лесники будут выходить в первую очередь для, так сказать, каких-то первых ганков, разгона и так далее. Риев попал хуком, но этот хук, к сожалению, ничего не дает. Ну, хук по Алистару в такой стадии игры, ну, вы ему нанесете там 200-300 урона. Опять-таки, кстати, Риев играет без воспламенения, без дрожжи земли. Он предпочел, опять-таки, стражи. Здесь у нас чипи стрейдятся активно. Кстати, это правильно. Ганпланка мана заканчивается, ему скоро придется уходить на бэк. Важно очень с первого бэка, конечно, получить сияние, иначе линия на ганпланке не идет, но здесь просто нафармил 1050, покидал кушки в Орна. Если пофартило, ты прям вообще можешь очень рано уходить, там на 20 крипах у тебя уже сияние может быть потенциально. Да, здесь для Орна такая очень сложная задача. С одной стороны, ты не хочешь дать ГП фармить, постоянно навязывать трейды, чтобы он не мог бэкнуться за сиянием, а с другой стороны, каждый такой трейд это шанс для ГП с клептоманией получить еще дополнительные там 100 золотых, и тогда этот трейд уходит в пользу ГП, к сожалению. Да, но уже без маны остается занятенство, и скоро придется, но я думаю, что это будет шинбэк стопроцентный, к сожалению, для чиписа. Без лесника так обычно и происходит. Сейчас рейнджер промазал топором, Шаренфайер своим замедлением попал, но играть не стал. Ну и драться со Скарнером на его алтаре это не самая лучшая идея, даже с учетом того, что Лебланка сейчас ИСУО постоянно вкушивает, ИСУО вынуждены под башней кататься, делать это он, конечно, очень красиво, как и все ИСУО, но... Я не знаю, у Орн это в плане количества способов подбрасывания для ИСУ это рекордное, потому что он может подбрасывать от W, по-моему, ну от... Ну от пассивки, да. От пассивки, да. Он может подбрасывать кушкой, если я правильно помню, тоже он может подбрасывать Ешкой, и он может подбрасывать ультой. То есть он может подбросить каждой своей обилкой и пассивкой тоже. Да, ну кушкой это, конечно, тяжело сделать, но это, по-моему, ну, по-моему, ИСУО может с этого ультовать. По-моему, может. Шаренфайер выходит на занятик, и Флэш выбьет точно, вопрос в том, убьет ли. Можно было бы... Если бы Чипис был в лучшей позиции. Вот, кстати, сейчас, если Шаренфайер в ближайшее время вернется на топ, линия стоит очень хорошо для его топера, и можно с ульты Орна попробовать ГП разыграть, но там запушивает. Чипис решил, что так будет лучше. Ну и здесь... Идет дает прокаст в стеночку. Да, здесь молодец, Трипл хорошо защитился от прокаста. Пока что у него все хорошо, в принципе, как бы, это тот ИСУ, который по меркам Сулаку пока что все хорошо. Он не умер, по миньонам отстает не сильно, то есть даже Репорта пока еще не заслужил. Ну, кстати, ИСУ обычно даже перефармливает, но здесь просто Никидо хорошо фармит тоже, так что все ок, пытается... Пытаются ИСУ поймать в ловушку! Вопрос в том, есть ли это IQ ловушка или нет, но, по-моему, Нет, для Трипла все не так просто. Трипл это все же игрок, естественно, как и любой игрок на МСА с могучим IQ. Да, здорово, очень уходит он от этого тройного ганка. Очень много ресурсов было потрачено просто, чтобы Триплу немножко жизнь испортить. Значит, хорошо, Никидо пытался сыграть, но и Трипл здорово отбился. Минус 10 ушел, но это как бы здорово на самом деле, это правильно. Ну, учитывая, что ты стянул на себя четырех человек на линии, минус 10 это более чем нормально. Другой вопрос, что он, наверное, сейчас пингает всем своим тиммейтам, что у меня 4, делайте что-то на другой части карты. Ну, а Скарнер такой, о, вот красный баф, нормально. Стоило того. Бот говорит, о, мы варды поставили тут на боте и шишку сбили. Так что, хороший момент, подловили Кабумы. Вообще, еще бы чуть позже, и на самом деле, там с ультой ганпланка можно было бы чуть ли не под Т2 уходить, но это было бы опасно. И, кстати, знаешь, хорошая новость в том, что Ясо блокирует огромное количество всего, что есть у Кабумов. Он блокирует проказ Лебланки, он блокирует Джиновскую ульту, он блокирует Хуки Трэша и он блокирует Топоры Олафа. То есть, как бы, реально есть, что поблокировать. Шенфайр в кусте. Срьев. Подходит ли или нет? Не подходит. Осторожно играют. Простите, а вот Титану могут быть проблемы. Титан! Идет ульта от Варуса! Это должен быть минус Титан! Фонарь не успел! Не успел Титан его нажать! Первая кровь от Дайр Вулс! Прекрасная работа от Кинга! И прекрасная работа от его лесника и саппорта. Да, здесь, конечно, титанические усилия надо было приложить Титану, чтобы в этой ситуации выжить, когда столько контроля. Но еще, по-моему, если я не ошибаюсь, он очень скачок плохо прожал, использовал его в линию и получил в итоге ульту Варус. Да. Королевский ганг, если можно уж тут... Такие, конечно, флэши на нервишках давать неохота. Зантинс получает улыб на топе. Он без флэша, он без флэша, он погибнет, он должен погибать. Чипис, если вэшка еще 2 секунды, 1 секунда! Чипис, какой флэш плохой! В сторону вообще его дал, но он таким образом, наверное, выжил в первую очередь. Эх, разменял ульту на ульту и потратил свой скачок. Конечно, не самый лучший вариант для Орна. Как бы и неплохой, потому что ГП все же без ульты не получит халяву на других линиях. То есть это в принципе как бы ок. Но... Ну да, это то, что... Он согнал, кстати, ГП с линии, ГП без телепорта. Да, сейчас ГП потеряет немножко фарма. Ну, 74 на 58, кстати. Это хорошее преимущество на топе. Да, вполне себе. Оно не решает ничего, потому что у гампланка все еще есть сияние и поглотители. Сейчас будет ботинок через минуту. Да. Ну, хоть что-то. Да, но все равно пока что как бы удар вулс все более чем неплохо. Первый ганг как таковой, как бы, который удался, сработал хорошо. Из Титана выбили два заклинания призывателя. Это значит, что это можно повторять, учитывая, что у вас линии Алистар плюс Варус еще в лесу Скарнер. То есть в контроле очень много Джину придется очень тяжело выживать в таких условиях. На топе как бы пока что все спокойно. Я не думаю, что Чипис ставит себе целью как-то гангпланка сильно загнобить, лишить его прямо очень большого количества миньонов. Здесь у нас борьба База Вижен идет в нижней части реки. Ее, кстати говоря, выигрывает Дайар Вулс с помощью ИСО и Скарнера. Как ты считаешь, время в чью пользу работает, если игра будет спокойная и пассивная? Потому что разыгрывать сложно здесь на всей карте. Ну, это вообще очень хороший вопрос. Интересно, кто же скалируется лучше? Мне кажется, что по идее Дайар Вулс должны себя чуть комфортнее чувствовать. Хотя у них как такового АП урона чистого нет, но будет Варус с мечом ярости Гвинсу. Так что какая-то компенсация есть. У них фронтлайн посильнее все-таки, точнее не посильнее, намного сильнее, потому что Орн есть, есть Алистар, а там только Олаф, который через 25 минут... Он даже не танковый, чем Скарнер обычно может быть. Да, в районе 25 минуты Скарнер просто начинает его опережать по своей танковости и Олаф так ну в игру не вернется, по сути. Учитывая то, что он в ранней стадии не разогнался, мы видели вчера, как Дэймонд Прокс показывал, что может делать... Что должен делать Олаф вообще. Да, да, и зачем его берут. Но такие пики в лесу просто живут не очень долго, потому что когда команды учатся их в вирлигейме не пускать к себе, Шортфайр гонится за Рейнджером, Капкейп подходит сюда, из Рейнджера хотели наверное ульту здесь выбить, Дэр Волвс, раскрывается Джин, тем временем сюда идет ульта Гампланка, хорошая ульта, по Кингу играют, минус Кин, прекрасная работа от Кабумов, поймали кого-то, Вриева поймали, но это худшая ульта Аскарнера, которая могла быть и Капкейк выходит. Даблкил для Лебланки, это хорошо для Кабума. Это просто отлично для Кабума, мы увидели вот эту реализацию комбинации ГП плюс Джин, две ульты, и когда вы зажаты между этими двумя способностями, уходить особо некуда, еще и убийство получило Лебланка, как мы говорили, что это, наверное, самый важный персонаж для разгона в команде Кабум, Лебланка, который получит преимущество, это ему позволит играть вот этот 1-3-1, где у них ГП будет на одной линии, ЛБ будет на другой, и они могут много проблем доставить. Здесь не было шансов, на самом деле, у Тайр Улс как-то этот файт выигрывать, здесь Скарнера даже можно было ульту не давать, по сути. Скарнер был без флеша, как и Варус, они потратили свои флеши на боте, это вот то, о чем воспользовались Кабумы. Кстати, на этом турнире очень часто гамбиты любят реализовать отсутствие флешей соперника, которые были потрачены на агрессию где-то, и вот это прям то, что сейчас Кабумы реализовали, очень здорово. Чиписа уже не инди-таби есть, сейчас Ганпланку чуть сложнее будет пробивать до тринити фореса Уорна, но на тринити, конечно, уже станет все равно. Зантинсу. Ну, это такой матчап, как бы Уорн сидит на часах, как через какое-то время ГП просто его игнорирует. Да. Ну, в этом плане, конечно, Уорна один из лучших таймеров среди танков в игре, потому что ты не можешь его игнорировать там аж до, не знаю, двух-трех слотов, потому что даже, ну, мы видели, да, как мой матчап, оп, ульта, трипл идет, сюда подходит Шернфайр, не ни кидо без скачка остается. Шернфайр почти был флешом, но буквально оставалось там 2-3 секунды до этого момента. Ну, 25 голды себе трипл получил. Класс, это приятно. За ульту стоило того. Ну, учитывая то, что ульта у Ясу, как бы, она бесполезна, если ты ее не можешь дать, а дать ты ее, в принципе, по Лебланке не можешь просто так. Да, нет, я думаю, что размен вполне себе в пользу трипла, выбить скачок из Лебланки, получить какое-то там давление на линии, еще и поформить некоторое время в безопасности относительной. Я вообще удивлен, что Олаф не выходит на Ясу вообще. По-моему, ни одного еще не было даже попытки выйти на среднюю линию, считывая, что если Лебланка там цепью попадет, то Ясу просто умирает. Если он заблокирует, так, у нас ганг идет. Ну, тут Аптика, конечно, не убить. Он даже ульту не собирается прожимать. Он даже на развороте хочет сыграть, чуть-чуть соперника поднапрячь. Я думаю, знаешь, чем это может быть связано? С тем, что обычно-то Лебланка впушена любым магом, и как бы Лесник выходит, и вы его разыгрываете, потому что Лебланка впушена, и можно сыграть. Когда Лебланка впушивает Ясу и получает приоритет на миде, то, ну, особого смысла нет. Тут идет телепорт, тем временем, моторная, играют по Джину. Прекрасная работа. Фонарь не успевает нажаться. Есть еще бок. Кузнец подбрасывает Риева. Риева, где скачок? Где же скачок? Сейчас подбросит тебя Алистара. Там еще и Скарнер подходит вместе с Ясу. Риеву можно сбить. Попробовать сейчас его прыжок. Не сделали этого Дайр Вулвс. Ну и тут, конечно, Риев уже не уходит. Шернфайр подходит. Шишечка! Да, Риев очень здорово время тянет. Будто они за ним долго гонятся. Ему еще помогает. Все-таки Капкейк. С одной стороны он тянет время неплохо, с другой стороны вот он сейчас рестнется, и его стрелок на боте будет сам. Правда, за это время, конечно... Господи, боже мой, сколько же можно? У него флэш еще есть. Флэш! Хорош, Риев! Ну, если честно, флэш мне здесь не очень понравился. Я не думаю, что это было нужно делать. Смотри, они сейчас две башни Т1 заберут здесь. No joke. Они реально забирают два Т1. Да, первую башню уже на средней линии забрали, пока ИСО там смещался, чтобы этого трэша закрывать. Теперь бы попайтить, уже что терять-то? Терять-то уже нечего. В итоге еще Олафу достается синее усиление. Знаешь, не всегда выгодно тянуть время в таких ситуациях, потому что иногда приходит твой Джин на бот, там уже сидит в кусте какой-нибудь Скарнер, и ты без саппорта не выходишь просто. Но здесь это получилось круто. Да, здесь в итоге это в их пользу сыграло. Потому что башню потеряли, там еще ГП, достаточно много урона по башне. Буквально осталось на одну пачку. На одну пачку. Это очень круто будет, потому что Зантин почти уже там на втором предмете. Там готовый готовый кулак Чаурима. От Чаурима до Стирака остается как раз башня плюс пару пачек для Гонпланка, и все будет очень хорошо. Да, за один телепорт от Чиписа Зантин догнал его по фарму. Сейчас более комфортная ситуация на КП, наверное, придумывать сложно. У тебя все в порядке, у тебя уже один предмет есть, скоро будет Стирак. То есть скоро у тебя линия станет буквально свободной, будешь просто получать там золото, сколько нужно, и ульту давать на то, чтобы там на другой части карты как-то с Джином что-то разыгрывать. Знаешь, чего я боюсь, Файк? Я, если правильно помню, на следующей игре это матч между Кабум и Пентаграм. А, Пентаграм, да? Да, если я не ошибаюсь. Все, хорошо тогда. Я просто забоялся, потому что подумал, что на следующей игре все может закончиться. Да, Пентаграм, Кабум. Ну, кстати, все еще может закончиться на следующей игре, если Кабум сейчас выиграют и Дайр Волсону проиграют Пентаграм, то интрига в этой группе мертва. Если она была жива, то это... Не, ну она была. Какая-то, да. Кинг здесь все еще жив, но его никто не закрывает, он увернулся от последнего выстрела Титана. Спитались разыграть Кабуму ульту Ганпланка, не получилось. Да, опять та же комбинация, но в этот раз уже Кинг со скачка сумел выйти, потому что до этого его не тратил на убийство Титана. Соскочил с убийства, с этого можно даже сказать. Повезло, повезло. Ну и на топе Ганпланка уже впушивает Орна, здесь буквально пару проков автоатак с шином, и дело будет сделано. Чипис прям не хочет пускать Зантинца к своей башне, но Зантинца... Кстати, вот так вот делать не стоит, потому что так можно и на ульту Орна сейчас нарваться. Да, ну, знаешь, что Скарнера там рядом нет, то есть это один на один в чистом виде, там все-таки Орна тяжело уже ГП в таком состоянии убивать. Я бы, кстати, сказал, что когда ГП так рано вэшку тратит, то, в принципе, можно чуть-чуть типа понаглеть, мало ли там, знаешь, вот, ну, вот, ну, на счет надо играть же, ну, надо играть, ну, ульту давать надо сейчас, но зачем? Да, здесь я бы тоже ульту ждал. Ну, типа, это флэш будет. Это как бы... Это немного, но это лучше, чем... Тем более, что как раз когда телепорт катится, новая ульта будет у Чиписа. В таких ситуациях может быть боялся, что Бейт, но с другой стороны знал, что Рейнджер в нижнем лесу. Уже Чипис, конечно, и сам, мне кажется, немножко уверенности потерял, либо, может быть, хочет сохранить свой ульт под Дракона Огненного, но... Телепорта у него нет, он тогда на своих двоих должен... Он бежит сюда на своих двоих, но они отдадут башню на топе, и Дракона не факт, что возьмут здесь. Надо Дервулс форсить, а Орна-то и нет. Там топ падает. Интересно, что Зантин сам тоже решил на базу вернуться, мог бы вполне башню забрать. А он заберет и так ее, он просто хочет получить стирак и бежать в Драку на случай, если он потребуется. То есть со стираком как бы Ганпланк намного сильнее будет в сражении. И вот он огненный. Телепорт сюда идет очень, даже я бы сказал, странно от Зантинца сейчас было. Это топеры немножко оба сейчас... Ну вот Чипис есть, Чипис как бы с ультой, и ульта Орна плюс ульта Ясу это их главный аут на тимфайт. Хороший. Да, им надо пытаться разыграть свою вот эту контрольную комбинацию. Дождались, пока Дракон будет забран. Пошел, неплохое подбрасывание. Ясу прыгает вперед. Взрывает Титана. Отличный файт от Дайр Вулс. Разваливают бразильцев. Подбрасывают Треша, но дальше не пошли. Бароны нет на карте. И, кстати, может быть, стоило бы даже чуть поглубже доиграть. Ясу был со скачком, Орн был со скачком. Они решили по башням играть. Там на совсем маленьком здоровье ушли и Олаф, и Лебланка. Но, к сожалению, это все-таки не убийство. Получается, что это огненный дракон в обмен на одно убийство. Да, две башни еще, может быть, если они мид заберут против ГП, но они пока не забирают. Вроде стенка же Ясу блокирует, да, бочки Гантланка, если что? Нет. Нет? Нет. Она может блокировать выстрел по первой бочке, да, и чтобы сломать цепь. Как же тут Лебланка-то выжила, а? Да, здесь столько контроля прошло вообще. Эти АОЕ подкидывания. Флэш W, флэш искажения сделал и смог все-таки спастить. Кстати, Алистар... Что? 1300 урона от Алистара? Это как? Это... Это точно не баг? Я не уверен. То есть Варус нанес 480 урона, а Алистар такой QV дал и 1300 урона. Там как бы от Дружи Земли урон проходит, если он даже БОЕ сработает по пятерым. Но 1300, это все равно как-то многовато, по-моему, для Алистара. Да. Хотя, может, я недооцениваю Алистара, плюс еще там Игнаид же был у него. Ты точно недооцениваешь Алистара, если дум... Ну как это? Если он надамаживал 1300... О! О, какой кол! Кстати, ИСУ, он уже очень хорошо себя чувствует на нашоре. Да. И они сейчас пытаются зараживать. И причем это на обзоре делать, да? Дайр Вулс, Дайр Вулс, Дайр Вулс. Ничего не бояться. Теперь надо форсить драку. Это форс драки должен быть. Кушка промазала. Идет ульта от Орна. Ему сбивают ульту. Нет, он успел ее дать! Он успел ее дать! Где ульта? ИСУ! Одного Орну... Ой, одного Олафа он зацепил, а Олафа не ультанешь. И прыгают сейчас Бразильцы вперед. Разрывают сейчас Скарнера. И погибают здесь все Дайр Вулс. Пошли на бароны и просто погибли. Они вряд ли собирались прямо-таки доигрывать по нашору. Скорее всего, они пытались заманить их. Они очень медленно развернулись. Прямо очень медленно разворачивались здесь. Выглядело так, как будто реально они, может быть, даже задумывались на тему, чтобы его добить. Возможно, возможно. Но, по идее, все-таки правильным решением было заманить на вот это узкое пространство на реке, дать, опять-таки, свои подкидывания по площади, чтобы там Ясу ультанул. Но в итоге, по-моему, зацепил... Ульта Орна очень плохо зацепила Кабумов. То есть там одного-двух человек их ультить было неприятно. По-моему, здесь одного Олафа. Ну смотри, ульта Орна есть. Она должна идти уже сейчас. Она как бы пошла очень поздно. Капкейк вообще сзади. Почему Капкейк-то сзади? Он же должен инициацию давать. Лебланку попал. Да. Лебланки не стал здесь играть Ясу. Наверное, я был прав. Знаешь, иногда на Ясу просто стоит прокнуть ульту для того, чтобы получить... Щит. Щит получить, для того, чтобы получить редюс армора по целям. Как бы... Это все... Ну, приятно, но... Вот. Теперь все вроде как более-менее по уронам. Да. Видимо, все дело было выгнать. Смогут ли Чиписа убить сейчас? Хватит ли? Да, должны. Чипис все-таки броню больше собирал, потому что против ГП стоит. Ну да, у него только один антимагический плащ. Ракушечка. Да. И 4-0 у нас уже Лебланка. Что может быть лучше для Лебланки? Вообще, с трудом представляю. Люден Морелло. Все хорошо. Джин с Ганпланком на предметах тоже сидят уже на хороших. Ну и Ясу, который хоть и 1-1-2, но без предметов все еще находящийся. Куэсэс, наверное, хочет собрать здесь себе трипл. Хотя, конечно, мне кажется, это лишнее. Надо собирать максимум урона и в тимфайтах пытаться ваншотить команду соперника, где танк половинка Олафа просто. Половинка танка, ты хотел сказать? Верхняя часть Олафа это не танк. Нижняя часть Олафа, где жесткие, небритые викинговские ноги, вот она танковая. Да, я, конечно, не так хорошо разбираюсь в анатомии викингов, но я тебе поверю на слово. Я почти уверен, что я не ошибся со своей оценкой. Да. С Лебланкой тут сплит пушит уже потихонечку. Телепорта, правда, у нее нет. Это Лебланка взяла Игнайт для большей агрессии на линии. Но, кстати говоря, по фарму все просто шикарно. 220 на Лебланке за 23 минуты это просто отлично. Обычно Лебланки очень сильно в фарме проситает, потому что им фармить тяжело в большинстве матчапов. Они компенсируют это убийствами. А здесь и убийство, и фарм есть. Да, с трудом представлять. Но здесь вообще трипл, пардон, Дарвулфс не должны сейчас пытаться депушить. Мне кажется, что у них как бы аут остался тот же самый. Опять-таки, хорошо подраться, хорошо скомбинировать свои способности на инициацию. И есть на шорбаф, нет на шорбаф у Кабумов это не должно вообще повлиять на исход сражения. Но с другой стороны, знаешь, в чем опасность? Вот мы по первому дню видели, у Кабум это сильная сторона, это тимфайты как раз. И аут Айрвулл сильная сторона была в том, что они как раз правильно играли, более макроориентированно. Конечно, трипл изо всех сил дефает. Если что, автоатаки Трэша не блокируются. Стенка Ясу, автоатаки Трэша и автоатаки Кейл. И, по-моему, еще автоатаки Велкоза и Азира, если я не ошибаюсь. Вот Велкоза точно да, а насчет Азира, кстати, да? Интересно. Что они как бы не прожектайлы, а они как бы... Да, как такой луч. Лучик, который от ручки к ручке, от сердца к сердцу идет просто. Инициация по Нинькидо не проходит от Капкейка. Ну, вообще, такой сетап у Кабумов, что... Такие персонажи, я бы даже сказал, у Кабумов, что здесь инициировать должно быть тяжело. По Лебланке ты никогда не попадешь. Олаф будет в своей ульте. Джина защищает Трэш. Надо сломать защиту Джина и тогда можно. Поймали сейчас Карнера. Ой, сейчас будет Моншерн Фаер. Возможно, Капкейк играет по Титану, Титан дает флэш немножко панический, по-моему. Да, он, по-моему, не понял, что Капкейк пытался спасти Скарнера, скорее, своей инициацией, чем что-то сделать Титану. Но лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится. Спасибо за житейскую мудрость. Если что, это была шутка, ни в коем случае не стоит просто так отдавать скачки. То потом будете жаловаться, что в Сулуку моих советов наслушались и проиграли. Ну, как это? Слушать совет от Фаека про Сулуку это так себе, потому что Фаек не самый большой авторитет СНГ по Сулуку? Да, более чем. Более чем. Я даже не пытаюсь изображать из себя авторитет. Интересно, кто у нас самый лоуэлло-тренер в СНГ? Как ты считаешь? Это очень хороший вопрос. С учетом того, что я слышал про то, что АТР вообще не играл почти весь сезон. Может быть, АТР сейчас, но... Но вряд ли. Даже если не играл, все равно на уровне Д5, я думаю, он потянет. Я думаю, он... Это минимум. АТР за месяц всегда брал претендента на русервере без проблем. Я думаю, что... Я думаю, что даже посильнее все же. Но и вряд ли, как это, 24 на 7 просмотр проигр и аналитика сильно снижает свое понимание игры. Механика у АТР всегда была ужасной, но это ему никогда не мешало. Ну, 24-часовой просмотр вот про сцены и аналитика очень сильно повышает твои ожидания от твоих тиммейтов Сулуку. И от этого идет небольшой диссонанс. Просмотр проигр повышает диссонанс, друзья. Так что, если вы за резонанс, то играйте дальше Сулуку и не смотрите про матч. Лучше смотрите Сулуку. Инициация по джину, попытка есть фонарь. Отличная игра от Риева и Титана. Сейчас можно и получить инициацию в ответ. Поймали Алистару, он дает ульту, его подцепили. Ульта гампланка пошла. А уже стены в ИСО нет. Погибать должен здесь сейчас. Минус капкейк. Еще и чиписа замедлили. Ударился об стенку на боте Т2 сейчас. Упадет. Хорошая жизнь КП. Продолжает пушить линию и даже в тимфайте помог. Как ты считаешь, может быть на гампланке играют социофобы? Я думаю, что на топе играют социофобы. Неплохая теория. Знаешь, двоих подбрасываешь на Ясо, а потом смотришь, а это Олаф и Трэш. Да, вылетать-то особо не хочется. Не, мне кажется, что здесь, если подкидывание по Титану не пройдет, то Трэплу не будет смысла использовать уйту. Хотя, может, истили бланку заденет. Если вот именно двух керри. Она в пассивку уйдет и уйдет просто. Кинг решил греха подальше захилиться. Трипл. Трипл. Ясо! Ах, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Вообще, я совсем не хватило. Вообще, да. как и в случае с типичным ИСО, надо, знаешь, похвалить его лишний раз, а то расстроится. Погладить по голове и сказать только не АФК, только не по лицу, только не в АФК. Да, мы все еще можем выиграть. Вообще, Дайер Вулс по-хорошему все еще могут выиграть, если им все-таки удастся вот эту свою комбинацию разыграть, но как бы тем больше время проходит, тем меньше верится. Барон появился, это еще одна опция для Кабум, конечно, поймать здесь Дайер Вулс. Или наоборот, у Дайер Вулс поймать Кабум. Ну, пока, как это, Кабумы просто дерутся. Знаешь, Кабумам не нужны эти объекты. Шернфаер гуляет сбоку, раскрывается Джин, хотят сыграть по Кингу, стеночку бы поставить, поставлена стенка, идет ульта, Орна мимо всех, но там минус уже, Титан его взрывает, трипл прекраснейшим образом. Ульта прошла, флэш Игнайт был тоже потрачен. Минус Т1 на миде, вот то условие, которое было нужно сейчас Дайер Вулс, они идут вперед. Не прыгает вперед Нинкидо, его подбрасывают, Нинкидо! Минус Нинкидо, его забирают. И это, может быть, барон Нашор, правда, потеряли Скарнера с этого сейчас Дайер Вулс. Это хорошая реакция от Шернфаера, кстати, была, когда Лебланка прыгает вперед, чтобы вас прохарасить, сразу ее ультой зацепить. Жалко, что он при этом умер, но это стоящий обмен, особенно если учесть, что Лебланка 5-0 была. А там, по-моему, от Капкейка была реакция в первую очередь. Он, по-моему, подбросил сначала, а потом уже Шернфаер с этого подцепел. То есть там Алистар хорошо среагировал. Чипис просто так в конце решил, что и флеш можно подарить сопернику после такого успешного файта. Здесь странно, Титан раскрылся очень нагло. Капкейк был совсем недалеко. А, там флеш ульт было, трипло. Вот что-то было. Класс. Но Капкейк был недалеко, позволил Титан себя подкинуть, а там уже... Это то, чего Исуа ждал так долго. Подкидывание по Адыкере. Да, здесь действительно Капкейк очень здорово свою комбинацию дал. КУ, W. И после этого Скарнер ультанул, Лебланка в ЦЦ. Лебланки больше нет. 3952 урона нанес в последнем файте Ганпланк. Кстати, Алистара нанес опять тысячу урона. Я все-таки недооценил этого персонажа по количеству урона. Что за прикол этот Капкейк? Я вообще не могу понять, как это получается. Вот трэш нормальный саппорт. Трэш 0 урона за тимфайт. Ну вот нормальный урон я чипец. 220 на урне, например. Потому что ты берешь перчатку и маску пустоты. То есть как бы это не тот билд, при котором ты должен дамажить ничего. Если ты хочешь дамажить ничего, возьми, пожалуйста, знамени Рандуина, возьми адаптивный шлем, и ты будешь танковать еще лучше. Тем более, что тебе зачем здесь нужен маска нужна, чтобы Варусу урон амплифайз. Там и так хороший урон. Засада на крабе. Засада на крабе. Вдруг соперник не поймет. Мне всегда нравится, когда вот такие вот засады организуются, а в это время противник такой где-то вдалеке гуляет, такой, даже не думает о том, что там могут быть засады. Ну, у них обзор на шори есть, чем заходить десерт. Институция со скачка играет сейчас. Риев Телепорт идет сюда от Орна. Трипл подбрасывает. Нет, даже никого не подбрасывает. Можно сейчас пойти дальше. Там может быть ульта от Орна прекрасная. И двоих подбросил. Но где же ульта от Ясу? Где же ульта от Трипла? Но он такой лоу хп погибает. Все равно мог бы хотя бы ультануть напоследок. И теперь уже брасильцы разваливают Дайр Волвс. И этот фестиваль прекрасен, дорогие друзья. И Капкейк здесь не уходит. Также Дабл Ю от Джина и смертельное действие подвязало, а Ганг Планк собрал. Капкейк, кстати, очень здорово перед смертью, так сказать, подсмеялся Ганг Планку в лицо. Три бочки из трех его снял. Не позволил себя убить бочкой. Но, к сожалению, это, конечно, не сильно ему поможет. Хорошая инициация была от бразильцев. Это может быть концом игры или они сделают стороны и барона, ты считаешь? Я думаю, что... По позиции Гай Кабумов после ингиба видно, как они хотят идти вперед. Вообще, по-хорошему надо забирать ингибитора и отходить. Так сказать, если по учебнику. Там еще и вардов куча, то есть ты как бы засаду здесь посреди леса не сделаешь, которую очень часто любят команды сделать на переходе к барону. Там самое важное еще у самого Нашора варды снять, а то вы так в засаде ждете, типа вот они думают, что мы на Шоре и они сейчас через нас пройдут. А противник видит, что у Нашора никого нет и не идут. Таймин теряет. Таймин теряет. Скарнер сейчас подходит. Нельзя умерать. Шернфайер! 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 Увы. Ульта от Орна. На развороте пытались ДРУ здесь отступить. Хотя бы Горнову может быть. Хоть что-то. Конечно, им сейчас не поможет. Уже два барона Нашора есть у Кабумов. Да, сейчас будет совсем тяжело. Опять-таки, могут выстроиться вот в это 1-3-1 с КП или бланкой. Засада, засада. ДРУ и Риева поймали, подцепили. Но сейчас не умрет ли Кинг ненароком сейчас от ли бланки. Кинг! Еле живой остается. Зантин спокоит. Ульта от ГП потрясающая абсолютно. Шернфайер лоу ХП. Джин раскрылся сбоку. Не попал пока ни одним хитом. Третьим тоже не попал. Четвертый попадает по Капкейку. И минус Капкейк все же в конце. А я с этим временем сплиткушит топ. Все, он сказал все, ребята, я на фарм. Да. Подождите моих пяти предметов. Чипец пытается выйти. Топор поднят рейнджером. Чипец. Чипец вряд ли. Здесь, конечно, уйдет. Это минус Чипец, конечно. Зантин сейчас режет здорово. Ясо пушит дальше топ. Трипл. Хоп-хоп-хоп. Ну да, Т1 на топе стоит размены на ингибиторы. Учитывая то, что против Титана он сам, конечно, никак бы не выстрелил. Ну, на самом деле, я смеюсь, но вообще это правильное решение. Потому что не то, чтобы Исуа мог один защищаться. Титана бы он мог подефать. Он бы мог чуть-чуть времени выиграть. Я думаю, что если бы Исуа там стоял, Титан бы просто один не подошел. Это правда. Это выигранное время. А выигранные сейчас тысячи золота для команды, они, по-моему, все-таки поменьше, значит. Ну, там ингиб падал с вероятностью 99% в любом случае, чтобы не делал трипу. Ну, и Т4 все-таки остались стоять, так что это действительно не сыграло свою роль. Минута 50 есть еще барон. Зантинс хочет идти дальше. Тут есть куча барон-миньонов. И подходит уже сюда и трэш. Рейнджер побежал на ускорении. Динькидо прыгает по Шарнфайеру. Шарнфайер включил вроде праведную славу, но толпы-то никакого. Никакого. Раскрывается Джин Кинг под фокусом Зоум Бога Кузнеца. Момент истины. Нужно драться сейчас или никогда. Никакого просел, но уже минус Варус, уже минус Карнер и Чипис с Капкейком здесь вряд ли смогут что-то придумать. Там пытается как-то кто-то намекрить, но не получается. Минус Капкейк и остается только один лишь Чипис. А это значит, что и Кабум и Дайр Вул становятся со счетом 2-2. С учетом того, что у турецкой команды счет уже 4-0. Им нужна одна победа. И они выходят из группы досрочным образом на четвертой карте сегодня. Так что 20 на 8 Кабумы побеждают. Дайр Вулвс все-таки сегодня играли намного хуже свою первую игру. Ну и еще и сетап был все-таки все-таки это ИСУ. Как бы шутки шутками. ИСУ это ИСУ. Он не так часто появляется на просцене и на то есть причина. Да. Нереализованный был этот чемпион. Ну и в целом коммитились те драки, которые Кабумы навязывали. Теперь Кабумам нужно чудо. Им нужно, чтобы Дайр Вулвс обыграли Турцию. Да. И им нужно выигрывать свои матчи. Им тогда, правда, ждет тайбрейк на три команды 4-2, 4-2, 4-2. Что будет интересно, так сказать. И, мягко говоря, маловероятно. Ну, вообще, по-хорошему, да. Слабо верится то, что супермассивы две игры могут отдать. Даже одну, если честно, пока что по текущим результатам. Глядя на эту игру, честно говоря, не Дайр Вулс, ни Кабум не показали чего-то вах, от чего хочется просто сказать, что ну вот теперь-то с Турцией поинтереснее будут матчи, потому что выглядит так, как будто бы Турция просто спокойно доиграет себе эту группу, получит свою одну. Дима, это еще Кабума против Петрогресса, очень требуется на второй и третьей игре. По-моему, так даже математически нельзя. Это уже надо вопрос студии аналитики задавать, они-то у нас счетоводы. Счетоводы, это про них, можно так сказать, друзья. Ну и будем тогда смотреть, что будет дальше происходить еще у нас в группе B и передавать слово в нашу студию аналитики для разбора этого насыщенного экшена матча. Сперва, друзья, возьмите свою калу и обратно ее пустите на землю, потому что ничего не произошло с Медведем. И говорили боги-леги-леги-ген командам в Закеане, что играйте хорошо в первый день, но второй день проклятий вас не найдет, и вы все равно будете проигрывать, троллить, играть абсолютно неправильно, и у вас ничего не будет получаться. Команда Кабум Еспортс одерживает очень важную влевую победу, и теперь уже ситуация за вторую позицию, не особо ничего особо значащую, конечно, начинает усугубляться. Ну еще шансы есть теоретически на тройной тайбрейк за первое место, но верим в это довольно мало, примерно так же, как в то, что Океан когда-нибудь начнет выигрывать во второй день. Я бы в этот раз наконец-то пофлеймил бы не Чиписа, а Мидера, потому что он взял Ясу, взял решительное наступление. С одной стороны, можно понять, для чего это было взято, потому что комбинация тимфайтовая, там или Стар какой-нибудь комбинация, вот на Драконе нам показывали в предыдущий момент до этого. Ясу там просто дает 8-12% дэмэджа своей команде. С одной стороны, это понятно, с другой стороны, у тебя матча против Лебланки, и не всегда у вас будет получаться вот такие комбинации. И завоеватель, руна, она поможет тебе резать того же ГП, того же Олафа, или Трэша, который решит пойти во фронтлайн. И ты должен работать на себя. Ясу это чемпион, он берется не для команды, команда берется для Ясу, чем здесь и было показано. То есть здесь взят был Орн, и взят был Алистар на ферстпик, для того, чтобы Ясу было комфортнее использовать. И Ясу был взят в блайндпик, поэтому это, скорее всего, была заготовка, скорее всего, Ясу наигрывался, и они его взяли бы все равно. Вот, и если ты уже не хочешь брать завоеватель против Лебланки, то возьми хотя бы лавирование, которое типа может быть мобильной, дополнительный сустейн даст, и еще проще будет против Лебланки. Безусловно, одна руна, одна руна могла повалять сильно на эту игру, но так или иначе, опять у нас все те же цикличные ошибки. Все так же у нас кинг, после в целом неплохо проведенной из-за капкейка во многом именно стадии. Знаешь, все эти ошибки это такое себе на фоне Барона Нашур на 20-й минуте, которого реально Дарвулс поверили, потому что появился там, появился Рейджбейт у Варс, появился Руналайн, есть у Ясу Стенка, думали, что побыстрее смогут прям взорвать, но даже не попытались. Там Вард стоял очень, кстати, Кабум, надо отдать должное тоже, у них как раз с Барона Нашур у них нет проблем, то есть что с Пентаграмм они контролируют очень неплохо на синий стороне, что здесь не у всех команд на 20-й минуте ровно стоит контрольный тотем в Барон Питте. Вот вы знаете, при всем при этом, вот Дюнкидо я отмечал, именно вот от него очень много в этой игре было пользы, потому что Лебланк чемпион очень сложный после лейнинг фазы, но он находил моменты давать прокаст свой в Адекэре, давать хорошие касты в кого-то еще, выбивать там Самойерки очень важные и именно Дюнкидо и топпер команды Зентис были главной опорой команды Кабум, потому что подставлялся Тайтан, умирал очень часто не самым лучшим образом, убивал его Ясу и именно Гангпланк и Лебланк давали свой важный импакт, чтобы игра эта была более ровная и была более в пользу бразильцев. Гангпланка просто не контролили вообще никак в картах, там много было моментов, когда он заходил откуда-нибудь сбоку, а вся команда где-то впереди, Дайр Вульс, и он в итоге в спину просто кидал бочку или там даже был момент, когда он по пятерым бочкой попал, где там всем по 30% оторвал, а потом еще идет ультимейт, ну и здесь, конечно, очень неприятный сетап в связке, плюс с Джином был, который тоже на поклон выходит, ну и Лебланка постоянно прыгает, проказ закидывает. Неприятно против такого всего играть, особенно если у вас преимущества нет, чего не было у Дайр Вульс. Ну и к тому же у них было очень ограниченное время, потому что не имея особого опорона в команде, там один Орн, немножко Алистар, немножко Скарнер, то есть, опять же, когда у тебя Ясо и Варус, вы пытаетесь, ну и Варус, конечно, главная попытка сделать опорон в этом сетапе, у вас очень мало времени, вам необходимо фаст пушить и быть впереди. Они отдали этого на Шора, и тут же все у них рассыпалось. Ну, это не такая большая проблема, не то, чтобы там танков было много с другой стороны, потому что все-таки Варус этого же Олфа, он режет очень быстро в лейтгейме, то есть, это не какая-то катастрофа, даже если там у Олфа там 400-500 армора будет, Варус, он всегда может там и на Шор собрать, всегда может куда-то там свитчинться в лейтгейме, то есть, это не катастрофа длина, да и Ясо с его бонусом армор-пенетрейшн с ультимейта, потому что вот этот темповый сетап, который у Дарвус, не ударивался у, господи, у Кабум был, понятное дело, что когда... Когда у тебя в команде, извиня, я тебя перебью, Орн занимает первую позицию по урону и потом идет Варус и вот у Ясо вот такое количество урона, Рапторы были розданы, я думаю, от Чипеза. Чипез такой в своей команде. Чипез Рапторов раздал уже когда Ирэлью не взяли. Все остальное, ты знаешь, так, бонусно. Приход, потому что, конечно, не пошло. Дарвус, наверное, довольно ожидаемо для многих, неожиданно для других, потому что, например, Колстар очень сильно болел за эту команду, но... Но я уверен, что 90% этой статистики урона Дарвус это было сделано до отдачи барона, потому что после у них драки совсем не клеились, потому что комба не получалась, ну, накручивать демэдж просто уже не получалось, потому что вас просто вбегают, вы там, ну, максимум там, 500 урона наносите, а потом вас просто сбревают. 50 сносит. Небольшой апдейт по тайбрейкам у нас все еще. Буквально одна игра, одна победа для команды Супер Месси в Еспортс, и тут же, ну, все уже гарантированно выходит турки. Если проигрывают оба своих матча турки, а выигрывают либо Дарвус, либо Кабум оба своих матча, то у нас уже получается тайбрейк, ну, за первое место. Но, учитывая форму Супер Месси, учитывая форму Дарвус и Кабум, думаю, что пока это очень маловероятный расклад, и пока вера в ребят СССР очень высока, и ни бразильцы, ни австроицы не выглядят как команда, дающая реально надежды на борьбу и какую-либо попытку не пустить турков в БВ-5 серию. Ну, я не думаю, что кто-то реально рассчитывал на то, что хоть одна команда Супер Месси в этой группе обойдет, и здесь, конечно, за второе место будет борьба идти, потому что даже Пентаграмм в те времена могут занять второе место, но нет. Пентаграмм в следующей игре бы попробовать выиграть, ну, или даже в спасение карте обыграть, чтобы хотя бы не закончиться на нем. Ну, а у нас небольшой перерыв, и мы возвращаемся к вам в дальнейшем уже с матчем Пентаграмм и Кабум Еспортс. Не переключайтесь.